Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Новый антиалкогольный закон дал противоположный эффект. Так считает депутат Кировской гордумы Владимир Малков. Мнение он высказал в эфире нашей радиостанции. По словам депутата, те круглосуточные мини-маркеты, которые и ранее продавали алкоголь по ночам, после введения нового законодательства продолжили работу. Прислушались к ограничениям. В основном торговые точки федеральных сетей. В итоге получилось так, что обороты ночных мини-маркетов увеличились, так как уменьшилось число конкурентов. Это ровно противоположный эффект тому, что хотели достичь, говорит Малков. Также, по его словам, некоторые из таких магазинов начали менять коды АКВЭД, чтобы стать кафе. А на проверки кафе сейчас наложен мораторий. Напомню, с 1 марта в Кировской области запрещено торговать алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, запрет распространяется на точке общепита, где площадь зала для обслуживания клиентов меньше 50 квадратных метров. Решение проблемы ночной продажи алкоголя, по мнению другого депутата Михаила Ковязина, полное закрытие в Кирове всех круглосуточных магазинов и заведений, расположенных в жилых домах. В Кировской области создали интерактивную карту газификации. В геоинформационной системе отметили все уже газифицированные населенные пункты региона и те, в которые до 2027 года придет газ. Там же можно посмотреть сроки проведения проектно-изыскательских и строительных работ на всех объектах. Напомню, что программа газификации в регионе была расширена, инвестиции увеличены в пять раз. За счет этого газ придет во все южные районы области. А карту создали как раз для того, как пояснили в правительстве, чтобы жители этих районов понимали, когда конкретно им ждать газ в своих населенных пунктах. В эфире «Экономика». Более 70% кировчан недовольны своей зарплатой. Таков итог опроса, проведенного службой исследований «Хэтхантер». Только четверть опрошенных жителей Кировской области сообщили, что их вполне устраивает уровень зарплаты. По сравнению с 2022 годом, доля таких ответов осталась на том же уровне. 72% заявили, что недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Доля таких ответов за год выросла на 2% пункта. 3% затруднились ответить. Чаще всего своим заработком довольны представители таких сфер, как безопасность инвестиций и информтехнологии. Недовольны медики, фармацевты, юристы, работники гостиницы, заведений общепита. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».